Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые! Всем бонжур! Наконец-то не буду пропускать я недельный расклад. Посмотрим приятный сюрприз и предупреждение. Неделя с 14 по 20 сентября. Три варианта ответа перед вами, соответственно. Оракул, кипер, фан-дюс-йекль. Кстати, вот совершенно внезапно для себя обнаружила, открыла, что фан-дюс-йекль с французского, естественно, переводится не только буквально конец века. Собственно, этот оракул соответствует этой эпохе, конец XIX века. Но еще это выражение переводится как определение декаденский. Фан-дюс-йекль означает декаденский. Так что у нас сегодня декаданс-декаданс, декаданс рулит. Выбирайте свою позицию, загадывайте себя. Загадывать можно того парня или дело, предприятие, вопрос какой-то, проблему какую-то. Может быть, этот сейчас декаданский оракул нам по вашей проблеме что-нибудь подскажет, какие-нибудь намеки даст. Намеки или наметки. Короче, выбирайте, загадывайте. Может быть, кто-то на все три позиции что-то решит загадать. И давайте приступим. Приятный сюрприз и предупреждение для вас. Итак, для тех, кто выбрал первую позицию, первую ракушечку, такую черно-зеленую, и первый набор карт, первый дуплет карт. Вот так вот, извините, положу, чтобы оно тут не передвигать ничего. На приятный сюрприз выпадает семь семерок, выпадает фортуна у нас, и на предупреждение выпадает ребенок. Ну что, на приятный сюрприз это, возможно, будут деньги, возможно, будет большой выигрыш. Кто играет в лотерею, вот, может быть, выиграет в лотерею. Единственное, что, да, как говорится, бесплатный сыр бывает в мышеловке. Ну, не только в мышеловке, но чаще всего только в мышеловке. Поэтому смотрите, если вы играете в казино или еще в какие-то эти самые, да, азартные игры, что называется, новичкам везет, но это на самом деле такое известное дело, да, когда новичкам дают выиграть, да, дают выиграть у строителей лотерей, а потом все проигрываешь нафиг в пух, да, в пух и прах, и потом фиг отыграешься. Короче говоря, если вы выигрываете, забираете деньги и уходите, да, вот такое здесь будет предупреждение по этой самой фортуне. Ну, поскольку и фортуна переменчива, да, и все эти игорные заведения устроены так, что их не обманешь буквально, да, вот говорят, государство не обманешь, но игорные заведения тоже, в общем-то, не обманешь. Так что не нужно и пытаться, нужно забирать свое и уходить. Наверное, этот совет может вам пригодиться вообще во всем, да, чего бы это ни касалось, о чем бы здесь ни шла речь. Но деньги вы получите. Если вы сможете вовремя остановиться, вовремя забрать свое и не жадничать, да, жадность фрая разгубила, как мы помним, такую присказку, то вы будете вполне довольны и вам удастся сохранить приобретенное, сохранить вот эту удачу, да, те приобретения, тот выигрыш, который вам на этой неделе фортуна, судьба подкинет. Если вы вдруг внезапно участвовали на этой неделе в каком-то конкурсе или в каком-то мероприятии, да, с призовыми местами, возможно, да, или вдруг решите на этой неделе где-то поучаствовать, вы думаете, участвовать или нет, пожалуй, поучаствуйте, возможно, вы здесь какое-то призовое место займете и какую-то денежку даже выиграете. Ну и вообще какие-то новые возможности выиграете в этой самой конкурсной игре, в этом конкурсном соревновании. Что-то еще хотела сказать. А, по поводу места, может быть, да, если там 10 мест, может быть, вы займете седьмое место, если, ну, там 10, 20 и более, да, может быть, займете седьмое место, если мест, допустим, только 3, то вы можете здесь занять как минимум третье место. Но если вы вдруг занимаете третье или седьмое, да, то не переживайте, это тоже победа, это тоже, да, ну, как говорится, главное не победа, главное участие, а у вас будет победа на этой неделе. Так что если вы не займете первое место и не возьмете первый приз, не расстраивайтесь, не все же нам быть перфекционистами, да, все-таки любое другое место победное, призовое, это тоже победа. И вы спасибо, может быть, себе скажете, что вы все-таки что-то заняли, что-то получили, да, то есть такой вот в каком-то смысле урок, ну, брать свое и уходить, да, и не рассчитывать на что-то большее, а в другом смысле это урок, ну, радоваться тому, что есть, да, и радоваться и третьему месту, и седьмому месту, даже если не первое. Вот, короче, вы поняли. Ну, здесь вас ждут деньги, денежные поступления, возможно, это действительно какие-то случайные деньги, да, вот как-то случайно вас выберут, можно сказать, да, или вот что значит, что называется, когда есть два претендента, есть какие-то абсолютно равные, абсолютно равные две возможности, ну, или три возможности, да, сколько угодно возможностей, и между двумя равными возможностями идет какой-то выбор, да, то есть или это выбрать, или это, хотя оба варианта, в общем, равны, да, и тут выбирают именно ваш вариант, то есть если кого-то и вас выбирают, шансы равны, да, и, ну, вот фортуна, да, исключительно благодаря фортуне этот шанс, он выпадает вам, там фортуна склоняется на вашу сторону, тьфу-тьфу, шок не сглазить, пусть это у вас сработает, так или иначе, все, пожалуй, не буду больше углубляться в эти приятные сюрпризы, да, в любом случае вас ждет какая-то удача и деньги, которые вы выиграете, или которые вам вот судьба подкинет, да, в качестве, не знаю, может кто-то долг вернет, вы уже и не надеялись, да, а тут он думал, кому вернуть вам долг, или там другу Васе, и внезапно так решил, думает, ну ладно, Вася, фиг с ним, Вася еще подождет, верну-ка я вот ей, да, или ему, и вернет вам долг, такой вариант тоже возможно, то есть совершенно рандомно судьба будет на вашей стороне, но тем не менее, да, нет ничего случайного, как известно, все случайности закономерны в каком-то смысле, по первой карте все, по второй карте карта ребенок, сейчас скажу, сейчас спою, попробуйте на этой неделе воздержаться от каких-то новых начинаний, попробуйте, да, вот что называется, не знаешь, не обгоняй, да, не лезть как бы куда-то вперед, не лезть на рожон с одной стороны, то есть попробуйте, ну, не слишком, да, не слишком быть рьяными в том, что вы хотите начать, да, с одной стороны, с другой стороны, но я бы не сказала, что совсем планы свои нужно задвигать в долгий ящик, здесь скорее идет момент, когда нужно сделать некую паузу перед началом, нужно набраться сил, нужно набраться опыта, может быть, что-то спланировать, нужно вот то, что вы хотите начать, да, нужно к этому подготовиться сначала, подготовочку сделать, как говорил мой папа, да, как любил говаривать мой папаня, нужно сначала подготовочкой заняться, когда вы правильно все спланируете, когда вы правильно все подготовите, когда у вас будет уже план, и план, и ресурсы, когда вы соберете, да, ресурсы тем более придут, и план, и ресурсы, и возможности, когда вы будете знать, с чем вам что-то делать, да, и что вам делать с этим, то, что у вас есть, когда будет то, с чем что-то делать, и когда будете знать, что с этим делать, Вот тогда можно начинать, но, наверное, на этой неделе это еще рановато, еще незрело, то есть какие-то шаги могут быть еще не до конца зрелыми. Ну вот, еще какое предупреждение, может быть, не мечтайте слишком много, вместо того, чтобы мечтать, просто реализуйте эти свои мечты во что-то реальное, то есть набирайтесь реального опыта, не бойтесь, в общем-то, действовать, не бойтесь искать какую-то информацию, чтобы приобрести новый для себя опыт, который будет вам полезен. Потому что, особенно в общении с другими людьми, есть опасность, что вы будете показывать свою незрелость другим людям, да, то есть другие могут счесть вас незрелыми. Если это просто какие-то мимо проходящие люди, да, мимо проходилы, мимо крокодилы, то и пофиг, да, что они там подумают, это их проблемы. А если это люди, от которых вы зависите, от которых зависит как-то ваша репутация или какие-то ваши начинания, опять же, или какие-то ваши партнеры, спонсоры, благодетели, кто угодно, да, люди, от которых вы ждете какой-то поддержки и от которых, в принципе, что-то зависит в вашей жизни, вот попробуйте все-таки не слишком наивничать перед ними, да, попробуйте себя немножко где-то сдерживать по-лишнему, потому что они могут счесть вас слишком незрелыми и неготовыми для каких-то действий, для совместных проектов, еще не заслуживающими доверия, скажем так. Ну, все, пожалуй, да, но, может быть, не заигрывайтесь слишком, еще такое предупреждение, и, ну, где-то не хватайтесь по-лишнему за пустые иллюзии, фантазии, вот так вот, да. Если вы хотите налаживать отношения с живым человеком, налаживайте отношения с живым человеком, а не с заменителями живых людей, скажу корректно, да, скажу вот обтекаемо, сами разберетесь, как в вашем случае это проигрывается. Все, счастья вам, любви, гармонии, вот такое вот довольно коротенькое у меня для вас и приятный сюрприз, и предупреждение для вас. Ну, что, такой вот черненький, да, ну, не сердечко, конечно, да, черненький, черненько, кая, 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 черненькая ракушечка, да, с синеньким отливом, с таким вот махаоновым отливом, или каким, как этот цвет называется, да, вот, лососевым, лососевым отливом она нам удачу-то принесла, да. Да, я же говорю, что черный цвет, он всегда дарит удачу на самом-то деле, ничего страшного в черном нету, мой любимый цвет. Все, счастья вам, любви, гармонии на этой неделе, пусть у вас все будет хорошо и замечательно, даже замечательно. А я перехожу к следующей, ко второй позиции. Итак, для тех, кто выбрал второй вариант, вторую такую вот ракушечку и вторую позицию, что нас, вас на этой неделе ждет, приятный сюрприз и предупреждение. Ну, насчет приятного сюрприза, здесь ждет явно подарок. Вот, опять же, к вопросу, что вам подарит любимый человек, да, здесь, возможно, вы получите подарок или от любимого человека, или от близкого человека, или в широком смысле от фортуны, от вашей судьбы, да, то есть, возможно, что-то, на что вы даже не рассчитывали, или, наоборот, то, что вы долго ждали, к чему вы очень долго стремились. Но смотрите, да, смотрите осторожно, давайте вам и предупреждение по этой карте тоже скажу. Опять же, не все то золото, что блестит, здесь этот подарок может быть очень красиво упакован и очень притягательно выглядеть, да, опять же, бесплатный сыр только в мышеловке иногда бывает. Может быть притягательно, ярко, очень красиво выглядеть, но, возможно, это просто фантик, это просто обертка. А что там внутри? Вот это вопрос, да, давайте посмотрим, что там внутри этого вашего подарка. Ой, не-не, не хочу так, не хочу. Внутри бедность, нищета какая-то. А, вот, все, поняла, возможно, возможно, кто-то будет, ну, кто-то, возможно, сделает вам какой-то подарок, чтобы в перспективе взять у вас займы. А может, и не в перспективе, а сразу скажет, да, вот я тебе дарю. Ну, да, то есть сначала вам что-то подарит такое приятное, скажет много красивых слов, да, что-то такое очень яркое, красивое, блестящее, золотое. Может быть, действительно в золотой коробочке с черной, ну, черной, тьфу, с красной ленточкой, вот. И после вот этого приятного подарка на вот этих ваших радостях, и вы такие, ах, спасибо, спасибо, бла-бла-бла, все такое, вот, на такой вот радости и искреннем желании человека поблагодарить, этот человек возьмет и попросит у вас займы, скажет, а вот я сейчас нищий, у меня денег нету, я последнюю копейку наскреб на этот подарок тебе, вот, от сердца отрываю, дай мне денег взаймы. Вот такой вот вариант здесь может быть, давайте еще чем достать. Ага, смотрите-ка, еще одна карта выпадает, где тоже нарисованы подарки, сообщество карта, и где люди уходят из богатого дома с подарками. Если вы решите, ну, если речь о таком бедном человеке, бедном родственнике каком-то, смотрите сами, давать ему взаймы, не давать, это только вам решать, да, есть ли у вас то, что он у вас просит. Не жалко ли вам расставаться с тем, что он у вас просит, и т.д. Сами разберетесь по ходу, да, в ситуации определитесь. А если же, сейчас, 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 да, если же вы хотите такую позицию занять, да, внезапно, то есть подарить человеку что-то приятное, красивое, и на волне его благодарности у него что-то попросить, то, в принципе, вот такая тактика у вас может сработать. Можете и денег попросить, и какие-то предметы, вещи, машину, помощь, фиг знает что, да, все, что вам нужно. Не знаю, мы что можете попросить. Видите, я думаю, что здесь вам не откажут, и это будет вот такой приятный сюрприз, приятный подарок для вас, да. Вот, да, я думаю, что вы будете скорее просить какую-то помощь или какие-то вещи, какой-то предмет, то есть не денег как таковых, да, а именно не деньги как таковые, а именно предмет какой-то. А у вас человек может так, причем эти два варианта могут совмещаться, да, и вам человек может что-то красивое подарить и попросить именно денег, да, ну, или ласки, любви, там, пожалей меня, я такой бедный, несчастный, да. Вот, скорее деньги отдайте, а насчет жалости, я бедная, несчастная, вот в этом может быть некая ловушка все-таки, да, вот. Вот, если вы при этом еще захотите, да, кому-то что-то подарить, передарить ту вещь, которую он вам подарит и попросить что-то действительно важное, нужное для вас, я думаю, вы получите то, что действительно будет важно и нужно для вас, то есть вы в любом случае, наверное, будете как-то довольны, да. То есть через такую длинную цепочку, да, где-нибудь на Авито вы можете, ну, что-то отдать человеку, но при этом получить что-то нужное, точнее, получить какой-то подарок, обменять этот подарок на что-то, да, передарить этот подарок и получить что-то по-настоящему нужное для вас, и вы, ну, не будете сожалеть, что вы дали человеку взаймы. Ну, опять же, осторожно будьте, если человек просит у вас не деньги, да, не финансы какие-то, не предметы, а просит что-то нематериальное, да, то есть помощи, поддержки и т.д. и т.п., да, давит на жалость, возможно, это будет манипуляция в этом конкретном случае. Ну, надеюсь, что нет, но кто предупрежден, тот вооружен, собственно, да, я постаралась вас вооружить и предупредить таким вот моментом. Ну, в принципе, насчет предупреждения, что тут идет, да, во-первых, стойте на страже своих интересов, защищайте свои права, защищайте свои права юридически, может быть, да, защищайте права всеми доступными, но главное, законными способами. И еще, пожалуй, на этой неделе вы будете ощущать такое вот чувство, что вам не хватает информации, вам не хватает знаний, банально, да, как это, кризис среднего возраста может быть, да, кризис среднего возраста, когда человек понимает, что он мало сделал, да, то не сделал, все не сделал, дерево не посадил, ребенка не родил, да, дом не построил, как это, ребенка не посадил, дерево не построил, дом не родил, вот, да, крокодил не ловится, не растет кокос, да, и не ловится крокодил, дом не родил и не ловится крокодил вот, короче, какое-то такое, какая-то небольшая такая, ну, фрустрация можно сказать, у вас на этой неделе может возникнуть, вы будете понимать, что вам не хватает знаний опыта, сколько даже не опыта сколько знаний, возможно это будет касаться юридических вопросов или извините, вопросов науки да, культуры, литературы да, в каком-то разговоре я не думаю, что это разговор, это не разговор это скорее деловые вопросы в деловых вопросах вам нужно будет подкачать матчасть, да, подучить матчасть, подкачать свои навыки чтобы не подкачала эта ваша уверенность в себе, да, потому что какая-то уверенность в себе, она может обернуться тем, что по факту вы поймете, что чего-то вам не хватает, чего-то вам не достает, нужна поддержка, нужна какая-то новая информация насчет консультации специалистов в том числе по юридическим вопросам давайте я достану сейчас вот не зря я тут тасую колоды за кадром вы, наверное, слышите у меня некие сомнения возникают по поводу стоит ли на этой неделе обращаться за юридической или какой-то специализированной консультации ей к другим людям так, карта занятости но, наверное, все-таки можно спокойно обратиться, да ну и карта сообщества попадать нет, все-таки можно да, все-таки можно обратиться к людям но имейте в виду, что не отнимаете у людей слишком много времени да, то есть четко формулируйте вопросы и идите к специалистам с четко с формулированными вопросами потому что эти люди могут быть очень заняты и вам придется какое-то время подождать и они вам будут очень благодарны если вы четко скажете, что вам от них нужно и они смогут дать вам четкий ответ и, в принципе, тогда вы сможете уйти с большой радостью да, что вам откроют на что-то глаза что вам дадут четкую, ясную, понятную консультацию консультацию, которая откроет для вас какие-то новые возможности да, и новые что, да новые возможности новые знания какие-то, да для чего идет консультация для новых знаний вот, ну и знания в общем-то могут обернуться деньгами какой-то большой выгодой и вообще большим шансом большой удачей ну, что называется везет тому кто везет вот попробуйте все-таки немножко озадачиться да, матчастью или консультацией у юристов по значимым для вас вопросам и тогда у вас все будет хорошо если у вас нету таких таких вот дай бог да, и дай бог чтобы не было у вас никаких тяжп никаких юридических вопросов попробуйте может быть просто подчитать какую-то информацию сами что-то для себя найти такое интересное что расширит ваш кругозор что, ну, как минимум даст вам почувствовать свою значимость да, и как минимум вы будете увлечены в это самое дело вам будет интересно то, чем вы занимаетесь то есть тут возможно опять же, ну, на этой неделе момент такой весенней, да осенней хандры вот то есть старайтесь все-таки себя чем-то занимать старайтесь себя ну, во-первых не впадать в жалость к себе в любом случае старайтесь занимать себя чем-то читать искать новую информацию находить что-то новое что-то интересное возможно это новое интересное откроет для вас какие-то новые горизонты и новые перспективы ну, все, пожалуй счастья вам в любви и гармонии я думаю, что довольно короткий вариант и слава богу что он короткий если что вы сможете видео будет открыто вы всегда сможете его еще раз прослушать еще раз себе напомнить варианты да ваш этот вариант и ну, напомнить способы поведения да на этой неделе что вам делать да как вам куда вам плыть дальше как вам плыть как вам не впадать в какую-то тоску в разочарование в том числе в разочарование в самих себе вот от этого берегитесь да от этого ну занимайте себя ищите что-то новое для себя да вот учитесь подучивайтесь и тогда вы не будете чувствовать себя грустно да грустить не будете не будете чувствовать себя какими-то пустыми опустошенными да и не будет такой мысли что вот жизнь прошла зря лето маленькая жизнь лето прошло зря да вот ну как бы уже сентябрь уж наступил сентябрь уж наполовину прошел да еще ничего не сделано вот гоните от себя такие мысли делайте работайте находите какое-то удовольствие находите какой-то интерес в новой информации в новых знаниях в новой какой-то учебе если вы учитесь погрузитесь в учебу флаг вам в руки пусть у вас все это ну будет очень хорошо приятно и обернется какими-то приятными сюрпризами даже ну и подарков ждите на этой неделе все ребята счастья вам любви гармонии подарков вам от судьбы от ваших близких людей от всех да все кто вам должны пусть вам все вернут пусть это тоже будет для вас таким неожиданным сюрпризом да неожиданным подарком то бишь сюрпризом пусть у вас все будет хорошо дождитесь своих подарков от судьбы от фортуны а я перехожу к следующей к третьей позиции и так для тех кто выбрал розовенькую ракушечку и третий вариант третья позиция приятный сюрприз и предупреждение для вас на эту неделю приятный сюрприз это некий мужик да мужчина у нас здесь выпадает и на сообщение фу на сообщение на предупреждение выпадает сообщение на предупреждение выпадает да сообщение на сообщение выпадает предупреждение Во-первых, если вы в чем-то где-то в себе сомневаетесь, не сомневаетесь в себе, не сомневаетесь в своих навыках, реализовывайте свои возможности, реализовывайте свои амбиции, я бы даже сказала, свои планы. Если вы хотели что-то сделать, то, что вы хотели, но боялись спросить, то, что вы хотели, но боялись сделать, попробуйте это все реализовать, потому что по этой карте вас явно ждет успех. Возможно, вы здесь будете в центре событий, как этот Наполеон преступного мира, профессор Мариарти, который сидит там, больно юный и красивый профессор Мариарти, ну пофиг. Ну не пофиг, конечно, это, конечно, приятно, когда ваш профессор Мариарти юный и красивый. Короче, вы вот так вот, как паук, можете сидеть в этой своей паутине, в вебе сидеть, в онлайне, и контролировать, или свои расходы контролировать, или какие-то закупки, покупки, я не знаю, какие-то дела контролировать, которые вы ведете онлайн. Банально перепиской заниматься, да, деловой переписки здесь будет очень много, и будет также момент анализа информации. Короче, вы будете сидеть там где-то, да, на попе ровно, дома или на работе, аккумулировать информацию, информация будет для вас позитивная, да, там котировки всякие, начинает котировок, заканчивает до того, как дела там у ваших друзей, знакомых, да, что они там решили по поводу вас, что ваш загаданный молодой человек, которого вы все время загадываете, да, и который не выходит из вашей головы, что он решил по поводу вас. Вот, короче, да, короче, вот вы будете в такой спокойной обстановке, и вы будете все контролировать, все потоки информации, которые будут к вам стекаться. Во-первых, вы будете их контролировать, во-вторых, эта информация будет для вас очень позитивная, это будет то, что, ну вот, даст вам уверенность в себе, да, на этой неделе. То есть та информация, информация будет хорошая, и вы получите благодаря этим хорошим новостям уверенность в себе. Вот, я сделаю из этого вывод, что все у вас будет получаться, те дела, которые вы наметите, будут получаться, особенно это связано с коммерцией, опять же там с игрой на бирже, вот, со всякими котировками, с игрой на курсе валют. Ну, я не знаю, насколько сейчас это вообще актуальная игра на курсе валют, но, тем не менее, если вы этим решите заняться, я думаю, что вы, как минимум, приобретете хороший опыт, и, во всяком случае, поймете, что вам делать не нужно, да. Иногда понять, что не нужно делать, это тоже очень важно, да, вот. Ну, короче, вы себя почувствуете вот на коне, вы себя почувствуете человеком, который в финансовом, в деловом смысле рулит ситуацией, держит ситуацию в своих руках, да, который знает, что он делает, который твердо стоит на ногах, который уверен в себе, который хорошо выглядит, следит за собой, да, у него есть время и деньги, и силы, чтобы следить за собой, держать себя, да, вот. Даже не следить за собой, а ухаживать за собой, извините, да, потому что, когда следить, то за нами и так все следят, что называется, да, большой брат следит за тобой, за собой не нужно следить, за собой нужно скорее ухаживать, поэтому вот такой холеный, да, холеный персоной, персоной, которая стоит того, чтобы вкладываться в себя, да, мы этого достойны, как говорится, в рекламе, вы здесь себя почувствуете на этой неделе. По карте письмо, да, ну, я думаю, вы поняли, я думаю, вы из этой карты все, что я здесь сказала, и сами можете это вывести, только глядя на эту карту, соответственно, да, да, это довольно просто, это на морде вот этого человека здесь написано, да, self-made man, вот таким self-made man, который все держит в своих руках, да, иллюзия контроля, ну, тем не менее, это приятная иллюзия, иллюзия контроля. Вот, вот эта иллюзия вполне у вас реализуется на этой неделе, вы вполне таким self-made man будете. И переходя к карте сообщения, здесь на этой неделе можно сказать о предупреждениях, что возможно, все почувствовав вашу такую вот какую-то силу и уверенность, все там друзья, знакомые, близкие, эффект знает кто, да, вообще, седьмая вода на киселе, какие-то знакомые, которые там сто лет в обед не появлялись в вашей жизни, сто лет не появлялись, и еще вы думали, вы и не думали, что они появятся, еще думали, что сто лет вы их не увидите. Они внезапно могут здесь появиться, да, и внезапно вот этот ваш успех, да, если вы особенно выкладываете какие-то фотки где-то, они, или даже не фотки, да, а даже вот люди на расстоянии иногда такие вещи чувствуют, когда у тебя все хорошо. Когда все плохо, да, то все тоже расползаются по своим нормам, и никто к тебе не это, на помощь не спешит. А когда у тебя все хорошо, ты на коне, и ты занят, и у тебя вот все спорится в руках, и ты в хорошем состоянии физически, да, как вы будете на этой неделе, и физически, и морально, и по-всякому, и в делах у вас хорошее состояние, вот тогда все выползают из своих нор, и всем вы вдруг начинаете быть нужным, нужной, и все от вас что-то хотят, да, все хотят как минимум общения, как минимум от вас подзарядиться вот этой энергией. Так вот, если у вас, да, если внезапно все на вас накидываются, наседают с каким-то общением, требуют от вас своего внимания, будьте осторожны, потому что вы можете вот этот успех свой где-то, ну, разболтать по-лишнему, да, разболтать, разбазарить на этих людей, да, раздать в кавычках этим людям. Вот, почему я так говорю, потому что здесь на предупреждение выпала карта телефон, карта запечатанное письмо, да, чернелица такая красивая, ручечка перьевая красивая, вот, короче, будьте осторожны с общением, не говорите, пожалуй, лишнего, да, не болтайте, не болтай, помните, как плакат этот, да, не болтай ерундой. Вот, то есть помалкивайте лишний раз, давайте информацию людям дозированно, особенно о вашем успехе, о ваших делах, да, деньги любят тишину, люди тоже любят тишину иногда, деньги любят тишину, успех любят тишину, вот это для вас на эту неделю вот самое оно, да, самое правильное предупреждение. Что еще здесь может быть? Ну, возможно, вы здесь получите какое-то известие. Если вы получите вдруг в руки, да, чужой конверт, чужую тайну какую-то, то постарайтесь правильно с этим распорядиться, да, правильно этим распорядиться, постарайтесь тоже держать чужие тайны в секрете, да, возможно, это будет, кстати, и дезинформация, то есть момент дезинформации здесь тоже очень может быть, да, То есть если вам по-тихому кто-то что-то сливает, якобы какую-то инсайдерскую информацию, вот смотрите, как бы это ни была дезинформация, а не инсайдерская информация. Вот, смотрите-ка, как интересно. На дополнение вытаскиваем тревожащее сообщение, да, то есть буквально здесь девушка прячет письмо, которое получила, прячет за пазуху к себе. То есть действительно, если вам кто-то что-то напишет, никому об этом не говорите, проверяйте, да, доверяй, но проверяй, что называется, проверяйте эту информацию, не разглашайте по лишнему информацию, вас ли она касается или других людей, да, ну и в принципе болтайте тоже поменьше. И вообще не тратьте время на разговоры по-лишнему на этой неделе. Лучше заняться делом, делами, чем просто вот, ну, чем просто об этих делах говорить. Еще какой момент, еще какое предупреждение по этой карте сообщения, возможно, вам поступит какое-то предложение подписать какие-то бумаги. Вот с подписями со всякими, особенно с завещаниями, с дарственными, с доверенностями, здесь, пожалуй, тоже нужно быть очень осторожными. То есть если даже у тех людей, которые просят у вас доверенность дарственную, да, или завещание, если у них даже нету каких-то негативных мыслей, да, каких-то плохих намерений в отношении вас, это дело, если вы сейчас начнете на этой неделе, оно может просто, ну, как-то не так повернуться, да, может сорваться. Допустим, написали завещание, в завещании всегда четко, или какие-то документы, да, всегда там нужно четко писать фамилию, имя, отчество, дату рождения, да, вот эти вот все документы нужно четко писать. Все вот эти реквизиты, вернее, нужно четко прописывать. Если даже у человека в фамилии есть буква Й, допустим, Семина или Семена, да, как-нибудь вот так вот звучит, да, или Семен, Семен какой-нибудь. Это разные фамилии юридически считаются. То есть проверяете все буквально до буковки, буквально до запятой во всех документах, которые вы будете оформлять, которые вы будете подписывать. Короче, если даже, ну, да, если на вас тем более пишут, да, если у вас такие сложные фамилии или какое-то разночтение. Я знаю, бывает разночтение в годах рождения, в датах рождения, в метриках и в паспорте такое случается, да, допустим. Ну, я знаю некоторых людей, которые, ну, меняли паспорт, там в паспорте паспортистка ошиблась. И, ну, мужик, что, он пойдет что-то, да, доказывать, он сказал, ай, да и пофиг, пусть так, да, пусть так. Ну, вот это вот пусть так, да, фиг с ним, что там она ошиблась, не пойду я ничего делать, не пойду я менять паспорт, да, ну, нафиг, это опять очередь выстаивать и все такое, да. Да, что мне делать нечего, я устаю и бла-бла-бла. Вот эти вот все отговорки и оговорки, они могут здесь сыграть злую шутку, они могут здесь выползти, вылезти и, ну, создать дополнительные проблемы. То есть придется потом еще доказывать, что ты не верблюд, ходить, доказывать, что вот это именно ты, да, что Семен и Семен это один и тот же человек, Иван Иванович, да, что даты рождения совпадают, что цифры совпадают, реквизиты совпадают. Короче, вы поняли, я думаю, что здесь, ну, если это для вас актуально, вы поймете мою мысль, вы поймете, как это важно для вас на этой неделе. Ну и что? Какое-то ожидание вас здесь ждет, пожалуй, вот эту карту ожидания, да, кто загадывал любовные отношения, кого больше интересуют любовные отношения, вот дождитесь, пожалуйста, этого своего мужчины. Может быть, этот мужчина ваш действительно очень занят на этой неделе. Попробуйте вы тоже чем-то заняться, а не просто сидеть, ждать и скучать его, да, скучать о нем у окошка. Попробуйте тоже себя как-то реализовать, да, попробуйте, ну, тоже быть центром своего мира, а не делать этого человека центром вашего мира, центром вашей вселенной. Вот, да, да, ну и давайте себе отдых, работа не волка в лес не убежит, что называется, да, работать, отдыхать тоже нужно попеременно и чередовать работу и отдых. Ну, наверное, вот теперь все, что я вам здесь, да, могла сказать. Не переживайте ни о чем, в общем-то, если вы чувствуете, что вы как-то не удовлетворены жизнью, если вы не удовлетворены собой, то попробуйте что-то сделать для себя, попробуйте как-то реализовать свои проекты, попробуйте побыть успешным человеком, представить себя успешным человеком, побыть в центре мира, побыть в центре своей вселенной, попробуйте вот эту всю информацию, которая вокруг вас кружит, да, попробуйте из этого сплести какую-то паутину, и то, что вам нужно из вот этого хаоса информации в этом мире, попробуйте это отфильтровать, да, притянуть к себе именно те ниточки, которые вам сейчас нужны, и вы тогда действительно сможете быть на коне, действительно сможете оказаться в центре мира, на вершине горы, да, как царь горы и все такое. Вот, так что, так что. Я бы даже сказала, вам здесь нужно больше слушать и анализировать, чем говорить на этой неделе по таким картам, по такому дуплету и всем остальным дополнениям. Вот, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, пусть вы будете в центре мира, в центре вашей вселенной, пусть вы будете успешны на этой неделе. Желаю вам реализации вот этих ваших планов, да, всех ваших стратегий развития, и это развитие пусть к вам тоже придет, и вы будете вот в центре, в информационном центре, да, сидя у себя дома, допустим, на диване или в офисе на приятном для попы приятном кресле. Все, спасибо вам за просмотр, спасибо картам, было очень интересно, всем спасибо, всем счастливо, всем пока.